Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня средства массовой информации Казахстана сообщили интересную новость, что иск со стороны БТА банка будет отозван Булату Тимуратову и его активы будут разморожены. Но при этом средства массовой информации сообщают, что Булату Тимуратов предоставил какие-то данные по своих счетах, он обвинялся в том, что якобы он скрывал средства Мухтара Блязова и по сути обвинялся в государственной измене. И вот сегодня средства массовой информации сообщают, что, ну, видимо, ситуация не такова. И в этой связи они разобрались, договорились, что Булату Тимуратов будет сотрудничать, якобы. И вот, собственно, иск будет отозван. Я хотел бы объяснить, на самом деле, природу всего этого иска. Это гражданский иск, это когда, это не уголовное, скажем, расследование, а гражданский иск. И здесь якобы потерпевшая сторона казахский БТА банк, который реально находится в собственности у Нурсултана Назарбаева, через подставное лицо Кенеса Ракишева. Так вот, якобы пострадавший БТА банк подал иск и требования о замораживании имущества Булату Тимуратова. Ну, и ответчиками там включили ряд лиц, в том числе и я, в составе ответчиков. И вот такая вот новость. И у меня спрашивают, что это значит. Значит ли, что Булату Тимуратов из этой ситуации выплыл, теперь он снова на коне. Ну, раз его в этом обвинял БТА банк, за которым стоял Карим Асимов и дальше Назарбаев, ну, значит, кто-то должен понести ответственность за такое оскорбление, честь и достоинство миллиардера, кошелька Нурсултана Назарбаева Булата Тимуратова. Я хочу вам показать, на самом деле, какие здесь скрытые механизмы работают и какова реальность. Как вы знаете, после того, как я заявил, это было воскресенье, неделю назад, о том, что есть такой иск в Англии и средства и активы Булата у Тимуратова заморожены, где-то минимум день была пауза, государственные СМИ молчали, и где-то приблизительно на второй-третий день начала звучать информация, что все-таки эти активы арестованы, и приблизительно на второй-третий день БТА банк подтвердил, но комментировать не стал, в связи с чем и почему. Типа в рамках расследования, чтобы не мешать расследованию своими заявлениями. Вот, собственно, это было на прошлой неделе. Ну и затем, в понедельник появилась информация, датированная 6 декабрем, обращение Булата у Тимуратова к сотрудникам Верный Капитал, о том, что он сожалеет, что вот такая вот ситуация, Булат у Тимуратов, и он считает, что они сумеют доказать, так сказать, свою невиновность. Вот, и это было заявление 6 декабря, а сегодня, 9 декабря, мы слышим, что, ну, как бы этот иск отозван. Ну, только для Булата у Тимуратова. Надо иметь в виду, что ответчиками является не только Булат у Тимуратов, и там большое количество разных юристов, которые помогали осуществлять те или иные сделки по версии БТА банка, в том числе и я, но я могу сказать следующее, что такого рода иски, они готовятся не один месяц тщательно. И для того, чтобы эти иски двинуть в Лондон, нужно было получить согласие и разрешение Русултана Назарбаева, все-таки подвергается атаке его ближайший кошелек. И чтобы такого рода действия были сделаны, скрытые, то здесь, вы понимаете, задействовано очень много людей. Ну, во-первых, нужно было найти в Англии юристов, им изложить суть дела, сконструировать иск и подать дату именно 13 ноября. Это было иезуитское такое решение, именно 13 ноября, потому что у Булата Тимуратова 13 ноября день рождения. Видите, какой замысел, цепочка событий должна была выстроиться, чтобы именно 13 ноября подать иск, то есть как минимум несколько месяцев назад все эти решения должны были быть политически приняты, а в реальности еще более ранее, в раннем сроке. Ну и, конечно же, если бы Булата у Тимуратова арестовали бы, то значительная часть активов, которая спрятана за рубежом, она была бы вне контроля Нурсултана Назарбаева, поэтому он решил все эти действия сделать через английский суд, который может принять такие решения, которые будут исполнять западные банки и, соответственно, то имущество, которое находится на западе, тоже будет исполнять решение английского суда. Вот такой вот замысел. А замысел был у Назарбаева простой, отобрать все имущество Булата у Тимуратова, используя западные суды, и таким образом утопить, в конечном счете, своего сподвижника, своего соучастника преступлений и ближайшего помощника, помощника по краже гигантских активов у нашей страны. Вот был такой замысел, и для этих целей был использован иск так называемого БТА-банка, заодно можно было его сделать врагом народа, так называемого, со стороны Назарбаева. Вот такой красивый замысел, и мы, если проанализируем письмо Булату Тимуратова, он сообщает, что на самом деле об этом иске он узнал буквально, что называется, недавно, то есть в конце ноября. Это, если мы прокрутим ситуацию дней на 10 назад, получается, где-то ориентировочно четверг-пятницу, приблизительно более 10 дней назад, он узнал об этом иске, и как он пишет, что он был шокирован. Вот представьте себе, что такой иск приходит Булату Тимуратову, а в английском суде представитель БТА-банка заявил, что на будущей неделе Булату Тимуратов должен быть приглашен в Генеральную прокуратуру для дачи показаний. То есть, видите, в этой схеме конструкции уже была построена целая программа действий, что на допрос будет приглашен Генеральную прокуратуру Булату Тимуратов, там же задействовано антикоррупционное ведомство. Все эти ведомства напрямую подчиняются президенту страны, а по сути дела Нурсултану Назарбаеву, потому что это все его ставленники, и он, председатель Совета Безопасности, контролирует всех силовиков нашей страны. То есть, здесь задействован Такаев, как президент страны, задействован председатель комитета национальной безопасности Карим Масимов, генеральный прокурор, руководитель антикоррупционного ведомства и, собственно, сам Нурсултан Назарбаев. И, конечно же, еще ряд его помощников, которые участвуют в обсуждении вот такой атаки на Булата Тимуратова. То есть, вы понимаете, какая машина должна обработать массив данных, прежде чем такое действие, как подача иска в Лондон, реально был бы сделан. И вот представьте себе, что вдруг, где-то через 10 дней после моего заявления о том, что вот есть иск против Булата Тимуратова, все неожиданно начинает откатываться назад. Ну, как это возможно? Ну, некоторые наивные люди могут сказать, Булат Тимуратов добежал до президента, до Назарбаева, показал документы, сказал, что все это вранье, никаких денег Мухтар Аблязов он не прятал и таким образом сумел очиститься от обвинений. Ну, на самом деле, друзья, это так не работает. Но вы понимаете, такая машина просто так не двигается. Назарбаев для себя решил, что у Тимуратов все, это жертва, которую надо уничтожить. И он нашел инструмент, каким образом отнять имущество и затем его физически уничтожить. Понятно, что он как минимум был под домашним арестом. Под домашним арестом и, соответственно, он имел плохие коммуникации. Возможность переговорить с Назарбаевым, достучаться до него. Ну, а зачем ему Назарбаеву менять свое решение, если он давно для себя решил, что у Тимуратов должен быть уничтожен. И он не стал бы слушать никакие его оправдания и доказательства, они ему не нужны. Он для себя принял политическое решение. Ну, давайте мы еще вникнем в другую часть. То есть, понятно, что Генеральная прокуратура, все силовики нашей страны, плюс БТА-банк, они предоставили фальшивые данные в английский суд. А денежных переводов на огромные суммы, на несколько миллиардов долларов, что якобы эти средства каким-то образом были моими и так далее. То есть, вы представляете, какой уровень фальсификации нужно было сделать? Нужно было подготовить фальшивые платежные документы. При этом, между прочим, это платежные документы швейцарских банков и других зарубежных стран. А это на самом деле преступление не только в нашей стране, но это преступление и в Англии, и во всех этих странах. То есть, Генеральная прокуратура под присмотром и по указанию Карима Масимова, Назарбаева, а также тех людей, которые подавали и оформляли, подписывали со стороны БТА-банка иск, они участвовали в международном преступлении, подделке документов, которых очень легко проявить и доказать. Ну, например, Булат Утимуратов, если у него есть доступ, он выходит к своим представителям на местах тех или иных странах и говорит, пожалуйста, получите банковские документы, все наши платежи, которые докажут, что эти обвинения, платежные документы, которые представлены Генеральной прокуратурой, они сфабрикованы и фальшивые. Ну, допустим, эта работа началась в понедельник на прошлой неделе. Ну, допустим, 2-3 дня понадобилось, чтобы эти данные собрать. Ну, допустим, четверг у Тюмуратов на прошлой неделе все это имеет на руках. Теперь должен отнести кому? Он отнесет их к Кариму Масимову, который имеет прямой доступ к Назарбаеву и контролирует, кто имеет право зайти к Назарбаеву, а кто нет. А разве Карим Масимов в этом заинтересован? И вообще, разве Назарбаев был в этом заинтересован? Он для себя принял решение уничтожить. Уничтожить у Тюмуратова. И вы понимаете, что даже если документы попадают к Назарбаеву, а они на английском, на французском языке, языке, которого он не понимает, банковские документы он читать не умеет, эти документы снова попадают в руки тех, кто участвовал в фабрикации этих подложенных документов. И если Назарбаев, например, понимает, что они занимались тем, что фабриковали поддельные документы, то им всем конец, как вы понимаете. Поэтому этот круг людей не заинтересован, чтобы те документы, которые предоставят Булату и Тимуратов, признать их настоящими, чтобы при этом на следующий день сесть в тюрьму. Понимаете, вот такой вакуум вокруг Назарбаева, это по сути группа людей не заинтересована, чтобы каким-то образом обелить Булата и Тимуратов. Он труп на самом деле, он труп. Но тут вот вдруг понимается вот такое решение. И вы все должны понимать, что это не связано с тем, что Булату и Тимуратов доказал, доказал, что он чист, что он не имеет никаких отношений с Мухтаром Аблязовым. Нет, суть в другом. А суть в том, что Карим Масимов прокололся. Прокололись все те, кто в этой операции участвовал, ну и собственно и сам Назарбаев. Что они сделали? Они арестовали имущество Назарбаева и у Тимуратова, и арестовали банковские счета. Ну а я как ответчик имел доступ ко всем документам и аргументам, которые они предоставили в английский суд. Что получилось? Получилось, что теперь я имею доступ ко всем банкам, которые гоняли деньги Назарбаева и у Тимуратова. А это суммы миллиарды долларов, чтобы вы понимали. Раз, я имею доступ к полной информации, какими активами владеет Назарбаев и у Тимуратов. Это часть, небольшая часть, но она гигантская, порядка 10 миллиардов долларов на самом деле. Хотя там пишется 5 миллиардов, но суммы как минимум в два раза больше. Теперь я не просто знаю название банков, у меня есть их счета, потому что они должны были предоставить в английский суд, включая номера счетов. Плюс подложные платежные документы о том, что якобы там сотни миллионов евро или долларов попадали ко мне. Там есть платежные документы поддельные о том, что я что-то подписывал, находясь, между прочим, в тюрьме во Франции. Они там пишут, в настоящее время господин Аблязов проживает на юге Франции, не говоря, что на юге Франции я нахожусь в тюрьме. И вот там цепочка фальшивых документов, она лежит в английском суде. И даже если они выведут из-под этого иска Булатова-Тимуратова, остаюсь я и остаются другие лица. Поэтому все не так просто. В чем суть? Почему иск отозван? Как вы знаете, я в своих эфирах сказал, что капкан захлопнулся, они попали в этот капкан, но султан Назарбаев попал в тот капкан, который он считал расставил для других. Но у Карима же, конечно, была другая задача. Он хотел ударить по Утимуратову, оказать услугу для Назарбаева, отобрать активы для Назарбаева. Но при этом в самом иске описал, что Булат Утимуратов кошелек Нурсултана Назарбаева, что Нурсултан Назарбаев коррупционер, что Булат Утимуратов хранит многомиллиардные активы в пользу Нурсултана Назарбаева. Это все было написано в иске. Конечно же, Карим Масимов таким образом подставлял Нурсултана Назарбаева, чтобы завтра эти деньги в итоге не попали в руки Нурсултана Назарбаева. Когда поменялся бы режим, тогда бы Карим сказал, о, это деньги коррупционные, отдайте их в БТА-банк, мы будем их контролировать, разберемся с ними. На самом деле это БТА-банк юридическое лицо, это не бюджет страны, никакие деньги не попадут в бюджет страны, это просто будет оболочка, в которую зальются украденные активы, и дальше Карим, контролируя власть в стране, может стать владелицем миллиардов долларов уже Нурсултана Назарбаева. Вот была операция. И вот прокол. А прокол заключается в следующем. Я заявил, что мы получили доступ, мы теперь будем задавать вопросы. Я, как ответчик в этом суде, имею право задавать вопросы о происхождении средств. Раз противная сторона, Казахстан заявляет, что это украденные деньги у БТА-банка, это деньги у Мухтара-блязова, просто они лежали на счетах Булата Утимуратова. То есть я имею право в рамках этого судебного процесса задавать вопросы. Ну-ка, Булату Утимуратова, расскажи вот про этим активом что-нибудь. По этим деньгам, по этим миллиардам долларов. И вот представьте себе, какая ловушка. Я вам теперь приведу ряд примеров. В 2013 году Булат Утимуратов около 29% продал компании КАС-ЦИНК, владельца цинкового производства в Казахстане, за 1 миллиард 650 миллионов долларов. Кому вы думаете он продал? Он продал сам рук казане. Вот представьте себе, кошелек Назарбаева, помощник Назарбаева, его деловой партнер, каким-то образом стал владельцем компании КАС-ЦИНК, которая является монопольным производителем цинка в Казахстане. И оценивалось на тот момент, что эта компания стоит 6 миллиардов долларов. И вдруг оказывается главным владельцем этой собственности является Булат Утимуратов, который все время был на государственной службе, был директором гастронома в Алматы на Гоголя, такой известный был в советские годы гастроном. И вот чудесным образом этот государственный служащий стал владельцем компании КАС-ЦИНК, производства меди. Ой, цинка, рыночная стоимость 6 миллиард долларов, как это возможно? Ну, хорошо, это отдельная тема, которой я собираюсь задать. Эти вопросы Утимуратову в английском судопроизводстве. Теперь дальше возникает. Каким образом он продал около 29% акций государственной компании Самрук Казана? И где вообще Самрук Казана взял 1 миллиард 650 миллионов долларов? Все очень просто. Эти деньги были взяты из национального фонда благосостояния, так называемого, из нефтяного фонда. Назарбаев же как говорит, что этот фонд предназначен для будущих поколений, то есть принадлежит всем казахстанцам. И теперь этот фонд при прямом решении подписи султана Назарбаева переводит деньги народа на Самрук Казана, а Самрук Казана переводит деньги эти в 1 миллиард 650 миллион долларов к Булату Утимуратову. Как вы думаете, на какие счета? Правильно, вот на те самые счета, которые сейчас арестованы. И вот представьте себе, что я задаю вопрос, ну-ка, Булат, расскажи, как ты стал владельцем Касынка, ну-ка, Булат, расскажи, вот тебе пришли суммы, например, 1 миллиард 650 миллионов долларов, ну-ка покажи счета, куда они делись. Как вы знаете, Булату Утимуратову с Назарбаевым партнеры, как он считает, 50 на 50. И вы понимаете, что 1 миллиард 650 миллион долларов, значительная часть убежала затем на счета тайные подставные Нурсултана Назарбаева. То есть, мы, получив доступ к этим счетам, мы получаем информацию, какую, что Нурсултан Назарбаев, пользуясь тем, что он президент страны и из государственного фонда вытащил 1 миллиард 650 миллион долларов, загнал их Утимуратову на эти самые счета и украл сумму лично себе в карман свыше 1 миллиарда долларов. Не говоря о том, что компания Касын стоимостью 6 миллиардов долларов вдруг почему-то попала в руки и в карманы его ближайшего помощника Булата Утимуратов. Представляете, это одна сделка. Это всего одна сделка. А теперь, давайте мы поговорим о другой сделке. Например, каким образом Булат Утимуратов вдруг стал владельцем 1.16% глобальной мировой компании Блинкор. И как затем он стал владельцем крупнейшего месторождения золота в стране с запасами минимум 500 тонн. минимум 500 тонн. А по мировым ценам, если считать, сейчас 100 тонн, это в год 6 миллиардов долларов продаж. И за все время, пока это месторождение будет вырабатываться, порядка 30 миллиардов долларов можно извлечь вот из этого золота, которое находится у компании Васильковский ГОК, так называемое известное месторождение золота. Каким образом Утимуратов стал его владельцем? И там его сын был директором. И вот это Васильковское месторождение затем уходит опять же компания Касынг, владельцем которой стал чудесным образом Глинкор. это гигант мировой. И затем вдруг в собственности у этой головной компании появляется Булат Утимуратов. Между прочим, сейчас в Америке идет уголовное расследование по Глинкору и там задаются вопросы и обвинения звучат, что многие капиталы были сформированы коррупционным путем. В первую очередь мы можем говорить, что коррупционный путь у компании Глинкор не только в африканских странах, но в частности и в Казахстане. И вот оказывается владельцем 1.16% акций является кто? Утимуратов Тире Назарбаев. Вот представьте себе, что эти вопросы опять прозвучат и выясняется, что деньги, которые попали на счета Утимуратова, владение акциями мирового гиганта Глинкор тоже все эти сделки должны быть раскрыты, договора и так далее. Вы представляете, какая паника была у Мурсултана Назарбаева после моих эфиров? И это еще не все. Я вам только рассказываю отдельные сделки, а таких сделок огромное количество. Ну, например, он продал итальянскому крупнейшему банковскому конгломерату АТФ-банк, которым якобы владел Утимуратов. Продал за 2 миллиарда 100 миллионов долларов. А затем, через короткое время, этот же банк итальянцы продали Есимову за 500 миллионов долларов. То есть, полтора миллиарда долларов итальянская группа понесла убытки. Ну, в Италии возбуждено уголовное дело по этому поводу, потому что у итальянцев понятно, четкое понимание, что свыше миллиарда долларов Назарбаев и Утимуратов получили в виде взятки. и, скажем, изюминка такая интересная. В интернете была опубликована запись разговора между Булатом Утимуратовым и Назарбаевым, в котором мы, как представители бизнеса, хорошо понимаем суть этого разговора. А суть звучала следующим образом. Булат, ты продал за 2 миллиарда долларов АТФ Банк? Тот говорит, продал. Ну-ка, мой миллиардик, перечисли, куда я тебе скажу. И, как вы понимаете, когда мы заходим на счета Булата Утимуратова, мы обнаружим, что еще миллиард со счетов Булата Утимуратова уезжает на другие компании, в сторону компании Назарбаева. То есть, вы понимаете, какие вещи там происходят. Сделка по покупке Ридс-Карлтон, которая первая наиболее известная в Москве около Кремля. Сотни миллион долларов за него заплачено. Откуда взяты деньги? Ридс-Карлтон, Австрия, Венская, в Астане и так далее. Все эти отели по всему миру. И это только маленькая часть того, что мы на слух воспринимаем. И вы как понимаете, что основная информация будет нам получена, когда мы проанализируем все движения по счетам Булата Утимуратова. А номера счетов известны. Даны выписки с этих счетов. там минимум полторы тысячи страниц просто приложений различных. Как вы понимаете, все это было предоставлено в английский суд. И не только я, как ответчик, эту информацию владею. Сейчас ответчиков там много, эта информация широко уже разошлась. И мы его, безусловно, будем публиковать. Вот, собственно, что случилось. В Ахарде паника. В Ахарде паника, что гигантские активы, огромные денежные переводы, вот эти сделки, а таких сделок там будет много, я буду их озвучивать, они попали в наши руки. Более того, они попали через суд. И дальше, какие еще последствия. Конечно же, мы легко докажем, что все эти обвинения фальшивы. Платежные документы сфальсифицированы. Это несложно доказать. Банки, которые якобы участвовали в фальсификации, они тоже должны сообщить, сообщить соответствующие органы, финансовому регулятору, генеральную прокуратуру, что их обвинили в отмывании денег и сокрытии денег якобы Мухтара Блязова. Они должны это сделать. Вы представляете сейчас, какие проблемы в результате этого иска в Лондон получает команда Нурсултана Назарбаева на всех уровнях, все его подставные собственники, как Булат Утимуратов, Машкевич, то же самое Карим Масимов, они получают глобальные проблемы. Это в первую очередь связано с тем, вы говорите, что как же так, вот день-два назад мне не верили, говорили, как же так, вот Карим же такой умный, Нурсултан Назарбаев 30 лет рулит нашей страной, как же так, вы наверное не понимаете, у них был крутой замысел, и все проявится. А вот он замысел, вы видите, сегодня иск отозван, они сказали, что Булат Утимуратов будет выведен из этого процесса. Булат Утимуратов сейчас как бы повезло немного, он живой, пока живой, как говорится в известном плакате по агенту 007 «Умри, но не сейчас». По нему, по Булату Утимуратов решение принято, он уже жертва, он уже жертва и просто публикации, достоверной информации по счетам, полное объяснение, какие последствия будут у Нурсултана Назарбаева вследствие вот такой атаки через БТА Банк, привело к тому, что они сейчас в ужасе, они должны как-то эту ситуацию разрулить, но уже не получится. Ну, во-первых, Булату Утимуратов, как я говорю, что он просто жертва, он погибнет позже. Сейчас он для них стал опасен. Это не значит, что Булату Утимуратов сегодня всплыл и Карим Масимов будет наказан. Нет, Карим Масимов, он исполнитель, Дурсултан Назарбаев, он его подельник. Да, именно он манипулирует Назарбаева и хочет прийти к власти, уничтожив всех тех, кто ему мешает. Этот план не отменен. Но сейчас для Назарбаева наступает опасная ситуация, что вот эти активы начинает работать против него, которые он непроизвольно раскрыл. он думал так, что мы тихо закроем у Тимуратова, потом его будем бить, пытать, и он подпишет любые бумаги, признается, что он сотрудничал с Мухтаром Аблязовым, а мы у него все берем, потом мы его убьем или будем держать в тюрьме, где он сам умрет. Но они считали, что Мухтар Аблязов не будет ничего делать, потому что ну он не участвует в английских процессах, его в свое время отстранили, но они здесь ошиблись, потому что ответчиком втянули меня, и я должен реагировать. Ну и конечно же я увидел какие плюсы они дают нам руки, они фактически саморазоблачились. Когда мы придем к власти, мы что называется получаем в руки клубок, ниточка в наших руках, мы за него дергаем и раскрываем все активы Нурсултана Назарбаева, потому что через счета Булата Тимуратова мы по цепочке доходим до всех денег Нурсултана Назарбаева. Кто-то говорит, что вот некие офшорные счета, офшорные банки, уважаемые друзья, в банковской системе невозможно вообще ничего спрятать. Деньги имеют след. Офшорные банки, которые на самом деле не существуют, так называемые офшорные счета, которые сейчас на данный момент не существуют в современном мире, легко раскрываются. Достаточно получить одно судебное решение, например, Англии, и ты по цепочке двигаешься. Обратите внимание, в своем иске в Англии они пишут, что якобы они получили решение на 5 миллиардов долларов против Мухтара Блязова, но ничего не можем найти. Типа он такой искусственный и их прячет, что всего лишь там на 45 миллионов долларов какие-то активы у него отобрали, продали, вроде все в руки взяли, компании, банки, все захватили, а вот деньги не можем найти. Они лгут, потому что вы знаете по счетам, по банковским выпискам с одного банка, другой банк и так далее, без проблем можно обнаружить всю цепочку перемещения денег, средств. А если этого нет, а если они не могут доказать и получить, то есть их нет. И они прекрасно знают, что все деньги, которые каким-то образом они считали, что якобы украдены, они абсолютно не украдены, они в активах имуществе самого банка, который они у меня конфисковали. поэтому все их обвинения просто это вода пустая. Теперь смотрите, что получается. Теперь получается, что в английском судопроизводстве у нас есть доказательства, что Генеральная прокуратура Казахстана, БТА банк и другие ведомства, они участвуют в массовой фальсификации разных документов, фабрикуют, подделывают банковские документы. Вот представляете, когда вот это все, всему этому будет дана правая оценка, что будет тогда? Как я говорил ранее, Генеральная прокуратура Казахстана это инструмент в руках режима, они появляются в разных судах, недавно в английском судопроизводстве, они спасли таким образом арест имущества Доригии Назарбаевой, то есть вот Генеральная прокуратура, которая во всем мире должна быть кристально честной и открытой, выясняется, что это группа бандитов, которые подделывают документы, фабрикуют, в этом же участвует БТА-банк и вообще вся политическая система Казахстана, она вся лживая, фабрикует разные дела. Последние годы, минимум 10 лет, эта мафиозная власть использовала западную систему судопроизводства, политические отношения между собой, как государств, для того, чтобы преследовать своих политических оппонентов, в частности, так они преследовали и преследуют меня. И, конечно же, когда прокуратура страны приходит, жалуется прокуратуру другой страны, та, конечно, верит, потому что там тысячи томов, и, ну, они не могут их читать, они просто верят, ну, как же, это же генеральная прокуратура Казахстана. И вот представляете, такой пшик, представляете, какой удар они себе нанесли. Мы, конечно, это будем использовать, мы, конечно, это будем использовать, показывать, что это мафиозное государство, которое фабрикует все. И вот, конечно, в итоге это должно пройти время, это серьезная работа, западная система должна для себя принять простое решение, нельзя принимать никакие документы и обвинения со стороны государственных органов Казахстана, Генеральной прокуратуры, Министерстве юстиции, правительства Казахстана, президента страны, это мафия, это мафиозная группа, которая сейчас попала в капкан. Обратите внимание, Назарбаев владеет гигантским состоянием, свыше 200 миллиардов долларов США, его родственники все миллиардеры, в его руках армия, полиция, в его руках государственный бюджет страны, его руках возможности государства как юридического лица, его руках подписаны разные конвенции о выдаче так называемых преступников между разными странами и вот эта вот машина борется против узкой группы противников режима и ничего не может сделать. Вы представляете на самом деле насколько слабый этот режим? Когда вы говорите, что он сильный, нет, этот режим слабый, мы просто должны этим воспользоваться, понять, что это гнилой режим и мы можем сломать этот режим, снести режим. Именно поэтому я вчера выступал с заявлением, что наша задача организовать борьбу везде, как внутри страны, так и за рубежом. Что я сейчас хочу сказать по итогам того, что сегодня озвучено казахскими властями по поводу иска у Тимуратова. Не думайте, что он всплыл, не думайте, что сейчас будет наказан Карим Асимов. Да, какие-то исполнители должны быть безусловно наказаны. Ну, кто, например, может быть наказан? Кого в виде жертвы бросят сейчас перед Назарбаевым? Кто его подставил? Они подставили жестоко. Ну, скорее всего, может быть сейчас брошен в виде жертвы министр юстиции Бекитаев. Ну, правда, я обычно, когда озвучиваю те или иные имена, Назарбаев старается ну, как бы другие имена использовать, чтобы завтра не прозвучало. А вот Аблязов это сказал, что так будет, так и произошло. Бекитаев министр юстиции как раз один из тех, которые организовывают вот такого рода иски за рубежом. У него есть разные компании. С этих исков он зарабатывает десятки миллионов долларов в год. Подставные компании свои юридически используют. Второй, кого могут бросить в виде жертвы, второй человек это Кенес Ракишев, который как бы владелец БТА-банка, подставное лицо Нурсултана Назарбаева, и БТА-банк используется как дубинка, гоняясь за своими политическими оппонентами, а в данном случае была идея использовать, чтобы уничтожить Булата Утимратова. То есть, жертвы будут, безусловно, и мы будем наблюдать в ближайшее время, кого же все-таки в виде жертвы будут наказаны, кого изберет в виде жертвы Нурсултана Назарбаева. Но жертвы будет, наблюдайте. Теперь, уважаемые друзья, сейчас мы говорим о том, что режим будет лихорадочно пытаться замести свои следы, но я хочу еще раз сказать. Все документы наши в руках, ответчик не только Булату Утимратов, в том числе я, иск можно отозвать, но эти документы уже отозвать невозможно. Они были у английских судей, они есть у нас. Эту подделку невозможно уже прикрыть, то есть, следы замести невозможно. Не говоря о том, что активы мы знаем, какие есть, банковские счета знаем, страны, где держались эти деньги знаем, мы все знаем. И дальше получив доступ к этим счетам, а это время будет, мы вытащим все деньги Назарбаева и раскроем все коррупционные преступления за рубежом. Когда происходит смена режима, как правило, деньги таких диктаторов арестовываются в мире. И потом нужно доказывать, что эти деньги украдены для того, чтобы эти ресурсы не были поглощены теми или иными странами, например, Швейцарии, Англии или другими европейскими государствами. Но нам теперь это легко сделать. Они не только будут заморожены, у нас есть полные доказательства, что эти деньги ушли из фонда благосостояния, миллиарды долларов, и они эти сделки осуществлялись с группой Машкевича, с Владимиром Кимом, со многими другими. Эти деньги крались прямо из национального фонда. Государственные активы, как Касынг, Казахмыс, Джисказган, Светмет, нефтяные месторождения, крупные компании, они тоже крались группой Нусултана Назарбаева, и мы теперь тоже имеем возможность получить полные доказательства, что эти деньги украдены. И поэтому, когда произойдет смена режима Нусултана Назарбаева, абсолютно стопроцентная гарантия, что эти деньги и имущества будут возвращены в бюджет страны. Но не сейчас. При этом режиме все эти ворованные средства, если будут возвращены снова в Казахстан, но вы понимаете, они контролируют власть, они снова их вытащат и украдут, потому что наш народ молчит. Что мы должны сделать? Да, мы будем продолжать борьбу за рубежом, юридическую борьбу, арестовывать деньги, раскрывать их, показывать, что это преступники. На это, конечно же, требуются серьезные ресурсы. Я вчера обратился с обращением, что прошу поддержки и обращался я к бизнесу, предложил схему, когда они безопасно могут оказать финансовую поддержку через криптовалюту, когда невозможно будет определить, кто помогал, кто платил. А это очень важно для бизнеса, чтобы этот режим не добил их окончательно. И второй счет через фонд, Open Dialog, открытый фонд, открытый диалог, я сегодня выставил счета. Итак, мы должны организовать борьбу за рубежом, как я вчера говорил, для того, чтобы бороться только в английском суде, нужно минимум около двух миллионов долларов, для того, чтобы все их преступления раскрыть в английском суде. Раскрыть, показать, что документы сфабрикованы, и Генеральная прокуратура вместе с Банком БТА это преступники уже на международном уровне. Также я говорил о том, что нам нужно бороться внутри, что мы должны делать за партию Акжол. Это прокладка режима, мы должны за нее голосовать, чтобы отобрать на выборах голоса у Нуратана, а он будет стремиться все равно получить более 75% голосов, значит будет тотальная подделка, мы должны схватить их за руку, минимум 6 миллионов человек 10 января пойдут на избирательные участки, минимум 6 миллионов, а скорее всего 7-8 миллионов. Так вот, какая-то часть из них безусловно выйдет на акции протеста, безусловно, поэтому день Х это 10 января, 10 января наша задача проголосовать за партию Акжол, не потому что мы ее любим, не потому что мы ее считаем какой-то особой. Нет, все партии, которые сейчас на данный момент есть, они все партии Нурсултана Назарбаева, но нам важно отобрать голоса у Нуратана и нет никаких юридических механизмов, что Акжол вдруг передаст эти свои голоса в пользу Нуратана. Это так не работает. Это работает на президентских выборах, когда человек Аккосанов сразу признается, говорит, я проиграл. Нет, у партии тысячи сторонников, решение принимает съезд, и если вы сторонник этой партии, по моему призыву, бросаете в урну бюллетень и голосуете за Акжол, если ваш бюллетень подделали, написав Нуратан, у вас украли ваш голос. И поэтому именно 10 января нам нужно проголосовать за Акжол и выйти на митинг. Это будет серьезное действие, если нас действительно будет десятки тысяч, этому режиму конец. Параллельно мы будем вести работу за рубежом, и наша страна получит десятки миллиардов долларов в бюджет страны, и ваши проблемы, которые сейчас вас давят, у вас нет средств на существование, ваши дети не получают должного образования, разбитые дороги, у вас нет жилья, мы можем все это решить достаточно короткие сроки, потому что у этой политической верхушки украденных средств десятки миллиардов долларов. Именно поэтому я обращаюсь уважаемые граждане к вам, чтобы вы сделали свой вклад, не надеялись, не говорили вот ты давай борись, вот ты приди на митинг, вот ты дай деньги, нет, это наша страна, и от вашего вклада пусть 500 тенге, пусть тысяч тенге, ровно столько, сколько вы сейчас можете сделать, внести свой вклад, если вы завтра боитесь выйти на митинг, но сделать свой финансовый вклад, мы этими ресурсами будем защищать тех людей, которые выходят на митинги, мы будем помогать их всеми, мы будем нанимать адвокатов, мы будем организовывать по всей стране массовую агитацию, чтобы миллион людей поддержали нас, а не этот гнилой режим Нурсултана Назарбаева, нами создан штаб, есть немалое количество активистов, которые рискуют своей жизнью, они рискуют, чтобы завтра произошли перемены в нашей стране, перемены произошли в жизни каждого гражданина нашей страны, поэтому уважаемые друзья, я еще раз обращаюсь к вам, я эти все данные опубликовал, для бизнесменов у вас наступит другая жизнь, другая деятельность, вы можете проявить свои таланты в новой демократической стране, но для этого вам нельзя стоять в стороне, вам нужно сделать свой вклад, пусть тайный, пусть не очень большой, но вам надо делать вклад сегодня, сейчас, эту возможность для вас сейчас существует, я вчера получил массу сообщений даже от пенсионеров, которые говорили, я расклею 100 листовок, я помогаю с теми политических заключенных, скажите, что еще сделать, уважаемые друзья, каждый из вас может не только просто расклеить 20 листовок, это всего лишь стоит 100 тенге, 20 листовок в вашем подъезде, на улице, но вы можете еще убеждать ваших друзей и знакомых, почему нужно голосовать за партию Ахжол, чтобы завтра все шли на избирательные участки, понимая, мы голосуем за партию Ахжол, не потому, что мы ее поддерживаем, нет, мы голосуем, чтобы отобрать голоса у Нуратана, мы знаем, что будут фальсификации, мы их схватим за руку, потому, что у нас будет миллионы и даже пусть будут их запреты, какие-то редкие полицейские стоят пытаться прикрыть их воровство, воровство на глазах у миллионов невозможно сделать закрытым образом, чтобы никто этого не видел, это невозможно, меня просто спрашивают, а как мы будем их ловить за руку, когда миллионы людей будут наблюдать за избирательными участками, видеть, что они делают, они будут на крыше, с крыши слазить, затаскивать какие-то бюллетени, вы прекрасно знаете, какие ухищрения будет делать режим, вы их сможете поймать, когда они трижды голосуют одной и той же командой людей, тысячи способов, все это будет видно на глазах у миллионов, поэтому, уважаемые друзья, давайте бороться, мы организовываем и объявляем сбор денежных средств, как внутри страны, так и за рубежом, вы видите, это небольшая кучка, владея всеми ресурсами страны, владея всеми возможностями страны, они все время попадают, проигрывают, несколько недель назад, по нашему призыву, наши активисты пошли в партию ОСДП, и что сделал режим, испугался, объявил бойкот, поручил, чтобы ОСДП ушел на бойкот, Затем мы вышли с новой инициативой, призвали голосовать за партию АКЖОЛ, что сделал на следующий день партия АКЖОЛ, сразу объявили о том, что они не принимают заявление и никого не принимают в партию, теперь 1 декабря Нусултан Назарбаев решил из меня сделать предателя, а что в итоге получилось, вся страна смеялась над ним, насмехалась, он стал бургером, стал мемом 10 костюмов и стал посмещим для всей страны, лидер страны, вся мечта которого бургеры и 10 костюмов это позор нашей страны, а теперь новый позор, они подали иски в Лондоне и опять попали в ловушку, это люди управляют нашим государством, они контролируют миллиарды долларов, под ними вся власть, они непрерывно проваливаются и проваливаются и проваливаются, вы видите кто нами управляет, и вы должны понимать почему мы живем плохо, почему наша страна в полном завале, потому что нами руководят воры, мафиозники и бандиты, мы должны их вышвырнуть, должны их наказать, посадить в тюрьму, а для этого нам нужно мобилизоваться, мобилизовать все наши ресурсы, в том числе и финансовые, именно поэтому я каждый день буду публиковать наши данные, куда мы просим пересислить ваши, пусть будет незначительные средства, но это средства будут миллионы, и мы будем в состоянии сломать этот воровской режим. Алга, Казахстан.